диаграмма построена для многих систем скажем так систем которые отражают минеральное равновесие визуальное окисление вот и при изучении природных процессов и только природных процессов очень часто обычно рассматривается зависимость х-минераловообразующей среды от х-минераловообразующей среды то есть получается что два параметра основных это у нас х-минераловообразующий потенциал потенциал это электроны фактически вот эти электрончики это электроны у нас и х-минераловообразующей среды тоже играет большую роль вот например в течение активности цио-3 анимона цио-3 витротермальных раствор вот очень часто диаграммы строят повторяем значит диаграммы строят зависимость значит х-минераловообразующей среды вот и поэтому ну так принято это ввели основные гиохимики был такой гиохимик Гарлес он в свое время браковал плюшку раствора минерала равновестия первое здание было не помню еще в шестьдесят каком то году и второе здание значит первое и второе здание были приведены на русский язык использовали достаточно большой популярностью и у нас и во всем скажем так мире мире вот ну и еще раз в общем то повторяем мы повторяем что ээээ ээээ значит уравнение нерста что действительно восстановитель потенциал значит равен вот стандартному электродному потенциалу то есть тогда когда активности всех веществ равны единице вот и если равны единице я повторяюсь опять то весь этот член превращается в нулик вот в нулик вот и сандартный потенциал рассчитывается вот значит такой формы вот и отсюда если мы возьмем уравнение нерста вот это уравнение нерста возьмем в такую запись уравнение нерста то есть для реакции окисленной формы плюс электрона равняется значит установленной формы то вот вот этот стандартный потенциал он зависит он зависит только от природы веществ только от тех веществ термогинамических термогинамических характеристик тех веществ которые участвуют в химической реакции которые участвуют в химической реакции реакции вот этот член определяет активность или концентрации компонентов в растворе то есть минералообразующей среды минералообразующей среды если мы подпишем внимательно то последняя фраза здесь температура стоит то есть стандартный электродный потенциал зависит от температуры и вот здесь температура тоже зависит от температуры и первый и второй член в уравнении инерно зависит от температуры теперь значит пример такой конкретный пример давайте мы рассчитаем конкретный пример значит задача такая определить эти физико-химические параметры IH PH которые регулируют выделение борита из раствора содержащих барий с плюсом содержащих С4 вот полагаю что выделение борита идет согласно с реакцией вот смотрите теперь здесь мы говорим об образовании борита борита фактически вот это реакция растворения борита которую мы с вами обсуждали немножко другая интерпретация обсуждали когда эти угленно-глистные исландцы и так далее обратная реакция обратная реакция то есть если мы говорим об образовании борита она протекает в эту сторону растворы движутся снизу вверх из усыновительных обстановки попадают в более окислительную обстановку происходит окисление серы от С4 и так далее то есть процесс можно рассматривать и растворение борита где-то в каких-то обстановках там где что-то есть типа углерода или еще что-то или кислород поглощается и октановка становится восстановительным или в обратную сторону это образование борита и те процессы можно характеризовать этой реакцией для 25 градусов что делаем значит мы рассчитываем с вами стандартную заборную потенциал для ионов 25 градусов берем значение для ионов градусов берем значение для барея С4 если вы помните надо внимательно смотреть эти справочники которые мы используем чтобы были согласованы между собой то что я вам рекомендовал считать введение и правила пользования и так далее рассчитываем определяем стандартный электродный потенциал реакции стандартный электродный потенциал реакции реакции это число фарадея 8 электронов участвует это изомбарный потенциал получаем 0.45 вольта вот подставляем используем вот это уравнение NERS здесь переписано вот переписано 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 вот ну мы используем несколько иные значения тогда значит вот это у нас мы так значит это мы рассчитали для температуры 25 градусов да то же самое мы можем делать рассчитать для температуры 100 градусов для температуры 100 градусов для этого мы берем значение каждого электронного изобарного потенциала исправочника вспоминаем да или сами рассчитываем все значения для 100 градусов вычисляем изобарный потенциал делим соответственно на это значение получаем 0185 вот стандартный потенциал это у нас 2 326 умножить на рт где температура будет значит соответственно 100 градусов цельсия плюс 273 вот это можно взять из справочника делим на 8500 и тогда получаем значит вот такое уравнение 0185 0195 это все хозяйство да значит логарифм 0192 значит логарифм активности варе и так далее протон у нас 9 активности протона вот сюда умножаем на 0 092 на 9 получаем 0 083 pH это понятно да то есть тут как бы можно было бы расписать логарифм вот это самое значит плюс 9 логарифм активности протона плюс да умножить на 0,092 сразу вам скажу что 0,092 умножаем на 9 а поскольку pH это отрицательный минус логарифм активности продона ток значит получаем 0,093 вот дальше начинаем зависимость от этого потенциала реакции от pH минерлообразующей среды предположим что мы определили или мы что определили концентрация бария концентрация сферы умножаем на коэффициенты активности и 10 минус первой степени 10 минус первой степени для температуры 100 градусов мы имеем 0,085 на 0,092 поставляем эти значения и получаем уравнение прямое до H равно 0,093 на 0,083 pH уравнение прямое и соответственно мы можем построить график где по горизонтальной оси будет pH по вертикальной оси будет оксидно-отновительный потенциал и можем привести линию она будет идти с тридцателем наклоном и соответственно определить поле устойчивость и этим мы сейчас и как займемся H для данной реакции 0,083 это такая схема расчета уравнение зависимости при плодном потенциале и H от pH раствора рассчитываем на зообарный потенциал при какой-то температуре определенно рассчитываем стандартный потенциал при определенной температуре дальше сопоставляем уравнение энергии здесь надо иметь ввиду провод температуры с температурной температуры газоопоциальная температура то есть какие-то вещи для данной температуры они постоянные можно рассчитать заранее вот расписываем определяем или предполагаем каковы активности компонентов раствора поставляем уравнение и получаем окончательное уравнение значит Y равен A в данном случае минус Bx Bx то есть уравнение прямое уравнение прямое вот теперь значит на что надо обратить внимание в большинстве учебников по химии реакции записываются вот таким образом окисленные формы серые имеются в виду окисленные формы плюс электронные плюс электронные равняются восстановленные формы серы барри тут только есть серы фейс плюс окисленные к фоткам серые а фотки по-моему подписаны минус 2 степени окисления восстановленные реакция записана вот так и тогда если у нас реакция записана так значит здесь у нас будут барри я например не знаю что здесь продукты есть а что продукты нет а здесь у нас будет протон здесь вот смотри есть проба номер 2 есть микрофото где есть фотки но тут же не подписано после чего но скорее всего это все понятно что это те фотки после фарка вот сколько вот этих окислений установления в растворах и так далее и так далее в технической литературе довольно часто рассматриваются и так довольно часто уравнение приводится вот в такой а эти это установленные формы да вот только вот этот установительный сульфит брать не брать и справа пишутся значит окисленные формы и после графиков да я просто набираю электроны и электроны вот и так в принципе ну как бы как биохимики считали считают что это более такая корректная что ли форма записи вот ну скажем если у нас идет естественный процесс переносится бари вместе в сульфитбари очень растворимые соединения потому что они могут переноситься раствором вот скажем откуда-то смесь вверх поверхности здесь происходит укисление серое мало растворимые соединения выходят из растворов ну короче и так можно записывать что меняется вот что меняется вот что меняется вот И когда рассчитывается уравнение, в расчете уравнение надо обращать внимание, кристигная литература надо обращать внимание. Это довольно такая вещь, внимательным, короче, надо быть. Внимательным надо быть. И не пугаться, когда вы привыкли, что это минус, а смотрите, а там есть плюс, значит, вот какая-то ошибка. Либо у вас, либо, значит, в этой книжке, вот, если это не ошибка, просто разная запись сравнения, разная запись сравнения. Это надо иметь в виду. Это надо иметь в виду. Вот. И сейчас тогда мы с вами, ну, абазируясь на всех этих данных, значит, с вами посмотрим, где используются и как используются вот эти диаграммы координат ОКХ, как они используются. Вот. Ну и рассмотрим вот эти парогенезии минералов, вот и анализ минеральных равновесий, боритовых и боритополиметаллических месторождений. Вот. Почему? Потому что это благоприятные объекты для такого физико-химического анализа. Вот. И это связано с тем, что довольно простой минеральный состав в этих месторождениях довольно простой минеральный состав. Вот. Месторождение симпатично тем, что, в общем-то, вот эти возрастные соотношения минералов и выделяемых парогенезисов установить не так сложно, как бывает боксом однозначно. Не так сложно. Вот. И поэтому, значит, можно построить такие геолого, скажем так, генетические схемы. Это смена, значит, минеральных ассоциаций во времени, смена минеральных ассоциаций в пространстве, там, смена вот этих генетических всяких ассоциаций и так далее. Вот. То есть объекты в этом плане достаточно такие, ну, классические, в том плане, где изучать минералогию, такую классическую, хорошую минералогию. Вот. В других объектах это сложнее. Там взять карбонатит, пигматит, там, в общем, там такая каша бывает. Нацлематит, там, здесь все проще. Вот. Вот. Дальше наличие минералов, реликтов, минералообразующей среды. То есть наличие газово-жидких включений. И, в принципе, газово-жидкие включения есть и в более высокотемпературных таких месторождениях. там они обычно мелкие. Вот. Здесь же, вот, во-первых, температура не очень высокая. Это в районе 150 градусов. Вот. И до, там, 70-80 градусов. Ну, иногда до 200 доходим. Обычно более низкой температурой включения. Крупные. Там можно, например, брать кристаллы, там того флюорита или борита. И если вы полежите эти кристаллики, то разбить по спальности и полизать такую соленую привку за счет того, что там эти включения существуют. Под инкуляром они хорошо видны. хорошо гомогенизируются. То есть достаточно хорошо можно определить температуры образования. И по индивидуальным включениям, и по, значит, массовым включениям можно при содержании углекислоты, можно, в принципе, причитать значения pH минералообразующей среды и активности компонентов растворов. То есть такие объекты в этом плане достаточно редкометальны, достаточно благодатны и благоприятны для использования вот этих всяких методов количественного моделирования в физико-химическом. Ну и последнее, значит, это наличие термодинамических константов минералов. И ионов, и нейтральных частит в растворе. Наличие, значит, термодинамических константов, что тоже важно, что тоже важно. Потому что не для всех минералов они есть, с одной стороны. и, с другой стороны, вот чем выше температура, тем сложнее оценить с достаточной точностью термодинамические характеристики как минералов, так и ионов, и ну что-то этих самых нейтральных частиц. Нейтральных частиц. Продолжаем или перерывчик, как Вы настроены? О-о-о-о. Пойдем продолжим. Ну давайте. Хорошо. Значит, вот Боритовое и Бурик – полиметаллическое месторождение. Для них характерны времена и пространственные зональности. То есть, минеральная ассоциация сменяется в определенную последовательность. Вот. Значит, Боритовое месторождение Грузии. Очень часто, обычно. Это вот кальцитосульфидная ассоциация. Она наиболее ранняя. Значит, там сменяется Боритовое сульфидное. Затем Боритовое, поздно, кальцито. Есть такое гигантское месторождение в Закарпатии. Значит, полиметаллическое с кальцитом, кварцем. Ассоциация. Она, значит, обычно в нижних где-то горизонтах месторождения. Вот. Сменяется Борита полиметаллическая. Вот. И в верхних частях, и в центральных частях живем. Это Боритовое ассоциация. Свинцово-цинковое, значит, месторождение Средней Азии. Там близкая. Это так обобщить. Там близкая, получается, последовательность. Это вот квартоперитовое. Кварцово-карбоматно-сульфидное. Полиметаллическая ассоциация. Идет затем Борита галинитовое. Вот. Вместо Борита присутствует флорит. Затем Кальцитовое. Вот. Или Боритовое ассоциация. Вот. Подобная, значит, зональность. Она установлена и из такой месторождения Белореченской на Северном Кавказе. Где довольно четко наблюдается смена и во времени, и в пространстве. Кальцитовое сульфидное ассоциация. Сменяется Боритовое ассоциация. Боритовое сульфидное. Просмен флюорит. Значит, флюорит. Сульфидное ассоциация. И самое позднее. Это практически моно-минеральный Борит. Кальцит. Вот это месторождение. Белореченское месторождение. Оно очень хорошо. Дело в том, что, значит, это были 60-е годы прошлого века. Вот. Это была такая кальцитовская экспедиция. Она разведывала, вела разведку, значит, на Северном Кавказе. Разведывались урановые месторождения. Месторождение на Уран. Вот. И в пределах этого Белореченкового месторождения, там был поселок, и там велись разведка и оценка этого месторождения, на Уран. Типичная пятиэлементная формация. Вот. И там несколько горизонтов. Штолин. Там с поверхностью куча канав. То есть оно изучено очень хорошо геологически. Но оказалось, что, значит, содержание урана некондиционное. Вот. И наложенная минерализация, это вот боритовые жилы, вот они, значит, там ранние жилы это были анкеритовые, где с ураном, с урановой минерализацией, а более поздние жилы, это, они наложенные, они рвут вот эти все, значит, боритовые пятиэлементные формации. Более поздние, это боритовая минерализация. И вот боритовая минерализация, повторяю это изучено, на нескольких горизонтах, вот, из поверхности, вот, и там, в них как раз вот это установлено зональность. Опять на нижнем горизонте кольцы с сульфидами, затем борит с сульфидами, флюорит, борит, и примерно такая же зональность, вот, в пределах отдельных жил, отдельных отдельных жил, ну, кольцитовая где-то внизу, и тут немножечко все смешано, вот, а выше очень четко видно, что по контакту тут борит, потом флюорит, ну, центральная часть сложная по ритмам и кольцитам. Значит, вот эти закономерности, эти закономерности, это с сульфидами, или, значит, сульфиды полиметаллической с кварцом, ассоциация, сменяется борит с сульфидами, вот, флюорит есть-нет, значит, но на по этих этапах практически моно-минеральный борит плюс минеральный, значит, кольцитовая минерализация. А чем это может быть связано? Вот. И для оценки, вот, по ошлиянию, значит, я ошибаюсь о гидрофимальных растворах, но формирование парагенеза и что-то подобных месторождениях. Ну, так, кратко продвижим, кратко продвижим, вот, по системам, значит, барий сероцио-2 вода, кальций сероцио-2 вода, здесь добавляется, значит, флюорит, здесь у нас, значит, рудные элементы, свинец, цинк, железо, и каким образом можно вот рассмотреть вот такую обобщенную диаграмму, то есть там есть, в растворах есть и барий, и кальций, и цинк, и железо, и серо, и СО2, и фтор, и, значит, вводные растворы, и вода. Вот. Здесь, значит, получается, что за очистно-вторительный потенциал у нас ответствует серо, да, серо, ну, железо будет менять валент, основной, значит, серо, это сульфидосульфаты, сульфидосульфаты, вот, а за pH, основной, значит, у нас будет отвечать СО2, 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 то есть, ну, вы помните, почему-то, железо капли, капли на кальций, это он шлепит, да, СО2, да, СО2, СО2, H2, СО3, H2, СО3, значит, СО3, вот, и самая главная система, самая главная система, это система, значит, серо, вода, С и H2O, это базовая система, базовая система, базовая система, то есть, зависимость от pH минералообразующей среды, или тока минералообразующей среды, любой среды, зависимость от pH, зависимость от pH, значит, Здесь растворенная в системе Сиро-Сиро H2O у нас твердая фаза только одна это самородная сера она жирненьким здесь у меня обозначена самородная сера и здесь отчетливо выделяется поля значит вот здесь у нас более устойчив у него СО4 с двумя минусами здесь у него HSO4 здесь H2S вот теперь вот эти линии пунктирные это устойчивость воды в зависимости от января выкислительных условий это восстановительные условия эти две линии определяют как бы определяют зону параметра существования гидротермальных растворов параметры существования гидротермальных растворов вот и вот видите тут пунктирчиком обозначен вот пунктирчиком здесь значит Hs H2S вот здесь у нас будет СО4 вот здесь HSO4 вот и это так для понимания значит вот на этих линиях на этих линиях активности HSO4 и СО4 они равны активности поэтому здесь правую прямую линию в принципе анионы значит Hs они есть и в этом поле вот при этих значениях потенциал или pH среды но деконцентрация значит уменьшает здесь вот ну и если вы составляете реакцию любую реакцию то должны учитываться вот эти частицы которые находятся например реакция образования самородной серы вот она вот реакция образования самородной серы это происходит значит окисление у нас вот так ну да я понимаю потому что я первый раз в течение реестра вижу как они дополняются я поэтому и практику не знаю рассчитываем уравнение как мы рассчитываем в матче проб типа я могу написать ну или нет ну вот рассчитываем значит уравнение фактически в данной реакции это будет в стандартных условиях равно нулю сера будет равно нулю вот рассчитываем изоборный потенциал значит мы делаем уравнение EH вот это уравнение будет и реакция как мы видим зависит и и сразу типа кому мы ведем так и зависит от электронов то есть от EH ну вот реакция такая значит здесь образование С4 вот на этой линии значит образование аниона С4 вот тоже самая реакция зависит и от электронов и от протонов и от электронов она зависит вот наклоны имеют отрицательные в данном случае вот эта реакция значит у нас между H6-4 окисление и С4 вот они зависят вот и они зависят от и протонов катонов и электронов в то же самое время есть реакции которые не зависят от и от от ответственного потенциала вот например реакция диссоциации сероводородной кислоты H2S то есть А6 с минусом плюс А6 с плюсиком вот реакция нейтральная значит здесь прямая линия прямая линия прямая линия прямая линия вот то есть не зависит от от очевидного потенциала в увеличением протонов у нас будет устойчиво H2S то есть уменьшением pH вот с увеличением протонов будет H2S здесь кислые условия получается здесь получается челочные вот Это базовая диаграмма для 35 градусов Цельсия при определенной активности суммарной серы в растворе. Кто будет интересоваться узнать что это такое. Если будет количество серы в растворе уменьшаться будет уменьшаться самородная серая будет уменьшаться поле. Вот там своя такая специфика есть. Но я повторяю значит это базовая система базовой диаграммы. Базовая диаграмма для изучения тех месторождений которые мы с вами обозначили с одной стороны и для зоны населения сульфидных руд. Вот. Дальше. Дальше. Вот теперь значит система у нас будет барий ССО2H2O. Барий ССО2H2O. например такая простенькая достаточно система. Вот. Тут я уравнение обозначил. Тут я уравнение значит обозначил. Вот. Вот смотрите что значит это опять же если у нас в поле HС то мы записываем барий ССО2H2O плюс HС плюс вода образуется на барий ССО4 и так далее. Вот это реакция здесь у нас. Если поле у нас H2S вот это линия H2S вот. То реакция записывается вот таким образом. Вот. И эта реакция записывается вот таким образом. Вот. И видите я записываю так что у нас описанные формы справа а не слева. Вот. Поэтому тут надо взять уравнение. Последнее которое у нас было с минусом. Вот. Ну и так далее. И теперь можно значит интерпретировать немножечко все это хозяйство. Ну например как интерпретировать. Вот у нас поле 1. Да. Вот у нас поле 1. Это растворы значит обогащенные барием. Обогащенные восстановленными формами серы. Они предположим движутся снизу вверх. Вот. Гранитная интрузия куда-то к поверхности оболочки. Вот здесь происходит окисление серы. Вот оно происходит окисление серы. И образуется барит. И образуется барит. И образуется барит. И образуется барит. Если у нас есть карбонаты. Карбонаты. Вот. Удлекислота в растворе. Если не он там СО3 и так далее. То здесь происходит следующее. Значит есть СО3. Вот. Есть СО3. Вот. Есть СО3. Вот. 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 Который образуется. Вот. И дальше значит получается что у нас СО4 и СО3. они как бы борются за барий. Борются за барий. Вот. И вот на этой линии у нас получается равновесный барий СО3 и барий СО4. Вот. И вот эта положительная линия определяется в общем-то произведениями растворимости барий СО4 и витерита и барита. А произведение растворимости это произведение активности бария на активность СО4. Активность бария на активность СО4. Вот. То есть соотношение активности СО3 и СО4 определяет какой минерал будет. Будет значит барий СО4 или будет значит барий СО3 или будет барий СО3. Если у нас концентрация СО3 будет повышаться то эта линия будет двигаться куда-то сюда. Если будет понижаться то она будет уходить. То есть вот. Здесь. Вторая линия. Это осаждение. Вторая линия это осаждение значит витерита в восстановительной обстановке. В восстановительной обстановке. Доверенность тоже номера не буду указывать. Есть субблекислота. Есть субблекислота. То есть анионы СО3 значит. Аниночек растует. И тогда нужна реакция. Как она депрессионная. Депрессионная реакция. Бария реагирует с СО3. С обрыванием барий СО3. Эта реакция не зависит от действительно установленного потенциала. Она происходит прямая. И поэтому поле витерита в данном случае будет вот такое. В виде крючочка. В виде крючочка. В виде крючочка. Вот. Я еще не депрессионный. Вот. Так что так. И витерит может замещаться баритом. Витерит может замещаться баритом. И наоборот. Вот. Скажем. Эта линия. Она характеризует реакцию бария. Эта реакция уже окисительно установительная. Значит барий СО3 плюс СО6. СО6 окисляется. Окисляется. Образуется СО4. Который сразу соединяется с барием. Поскольку барий СО4 мало растворимое соединение. Но яж СО3 уходит в раствор. Это вот эта линия. Она только рассчитывается. Вот. Подобные диаграммы. Значит. Для системы бария СО2 можно рассчитать. Подобные диаграммы. Вот. Ну и интерпретировать условия из образования. В данном случае барита и витерита. Вот. Эта диаграмма значит. Кальция СО2 и вода. Значит. Здесь у нас теоретически может образоваться. Аналогично по топологии. По внешнему виду. Диаграмма будет аналогично предыдущей. Т.е. Вместо бария будет кальция. Вот. Похуже. Видите. Вот этот уголочек здесь есть. Значит. Здесь. Вот. Здесь будет кальция у нас находиться. Здесь будет находиться кальция. В восстановительной обстановке. СО2. СО2. С продуктом диссоциации. Сероводородной кислоты. Здесь находится. Вот. Может образовываться самородная сера. Вот она может окисляться. Самородная сера с образованием ангидрита. Вот. Здесь вот эта реакция аналогичная, которая была у нас для барита и витерита. Вот она. Реакция идет. Равновесие этих двух минералов. Вот. Вот реакция окисления, кальций-СО3 переходят к кальций-СО3. Дальше мы сейчас диаграмму рассматриваем. Дальше, значит, диаграмма бария-плюмовым SH2O, диаграмма, значит, вот, диаграмма уже с рудным, со свинцом, компонентом. И ее можно, значит, здесь получается у нас, скажем, вот здесь будут образовываться сульфиды, здесь будут образовываться сульфиды. Вот, равновесие с бари, с барий-2+, барий будет находиться в рамске, поскольку сульфид бария, барий-S2, хорошо растворимые соединения. Вот, здесь происходит окисление серы. Или написать сумаску, которая у меня сейчас в сумме всех продуктов сойдет. Вот у меня есть реестр, если я просуммирую, то это, по идее, будет сумаска. Да, я реагирую с сиросказованием, значит, барий-S4. Вот, к плюмбому С4, в принципе, получается, что вот растворимость к плюмбому С, свинца... Примерно, на порядок, ну, где-то так. Меньше, чем растворимость к плюмбому С4, чем растворимость к плюмбому С4. Поэтому здесь устойчив у нас галинит, все-таки галинит устойчив, а С4, значит, осаждается в виде барита. В виде барита. Сейчас свинца, правда, она может входить изоморфную в кастолическую решетку барита, замещание бари. Вот и подобные случаи они наблюдали, скажем, в японских там рутничках, рутниках. Вот, там наблюдалась высовая концентрация свинца в баритах. Ну, и связано с тем, что сильные окислительные процессы, скорее всего, были. Значит, дальше вот возможна ассоциация, при дальнейшем увеличении, возможна ассоциация на плюмбому С4 и галинит из Сера. Она, правда, не наблюдается в природных объектах. Вот, а эта линия, линия устойчивости. Значит, плюмбому С у нас становится неустойчивым, значит, окисляется. Здесь, возможно, у нас, значит, вот, танион, например, 2+, возможно, ассоциация на плюмбому С2 в расторе, возможно, плюмбому С2 образует. Вот, тут, как бы, своя схема. Вот, но, впечатление, получается, здесь у нас, значит, устойчивый галинит, здесь борит, а здесь, значит, моно-минеральный борит в верхней части. Моно-минеральный борит. Моно-минеральный борит, значит, галинит. Так, следующая система у нас будет, значит, бори-гледо-сиро-H2O. Основа точно такая же, основа точно такая. Значит, здесь у нас, скажем, период устойчив, оперативно, здесь где-то будет. Перид устойчив, вместо, в растворе, значит, борит-2+, здесь ассоциация перид-борит, перид-борит, то есть борит с сульфидом, с диссульфидом. Вот, а здесь немножечко отличается от предыдущего случая, отличается тем, что, вот, в кислой обстановке у нас будет борит, вот, а железо может находиться в виде фирмы 2+, в растворе. Вот, а здесь, в принципе, вот здесь, значит, железо находится в виде оксида гематита, может находиться или в виде гидрооксида, или в виде гидрооксида, что, в принципе, довольно часто и наблюдается там, где много железа, например, железо в виде гидрооксида в таких бурах, ну, кислорах, оно вываливается, покрывает в виде рубашки, кристаллики. У нас такой, есть такой один образец, 44-я аудитория, там, где три поверхностные всякие объекты, там, на кольците такая пленочка, вот, гидрооксида в железо, гидрооксида в железо, вот, вот, это реакция, это реакция, это восстановительная, это вот, это реакция. Так что здесь своя песня, вот, ну, и цинк, короче, рассмотрим, доведение цинка, здесь все то же самое, здесь все то же самое, значит, устойчивый сульфит, борит с фолиуритом, вот, и здесь, значит, цинк, он, как правило, мигрирует, вот, мигрирует, вот, ну, как вы знаете, если есть там СО3, то цинк СО3, синкционит может образовываться, цинкаламин, там, естественно, и так далее, вот, но в нашей системе как бы этого нет, вот, естественно, находится раствор, естественно, может появляться поле цинкита, цинко, вот, значит, вот, мы рассмотрели такие, как бы, частные диаграммы, вот, теперь вот, без сульфидов, вот, 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 можно рассмотреть, вот, вот, кольцит, вот, у нас, полностью вот здесь, вот, это, то, что было перед рахом у нас, та же самая, вот это, ключочек, да, единственно, здесь может появляться, у нас, флюорид при высокой активности фтора при высокой активности фтора может появиться флюорид и это реакция равновесия кальция СО3 вот это реакция вот это реакция раздавание кальция СО4 то же самое если у нас низкая активность серы то здесь равновесия кальция СО2 на кальций СО3 вот это будет прямая линия это будет прямая линия поскольку элементы имеют постоянную валентность здесь просто обменная реакция кальция СО2 плюс СО3 равняется кальция СО2 плюс СО3 равняется кальция СО3 плюс 2 фтора и в общем-то для построения диаграмм вот это одна из обменных реакций значит здесь зависимость от температуры здесь соотношение фтора СО4 вот это констант равновесия фтора СО4 вот это в равновесии кальций СО4 и фтор 2 характерно если мы будем использовать вот это произведение растворимости вот они здесь вот как бы происходит борьба фтора СО4 за кальций за кальций борьба фтора СО4 за кальций функтированная линия это вот соотношение фтора СО4 в минералах белореченском как раз с оторожением вот и значит тут равновесие значит здесь борьба происходит пароль если не за кальций а здесь второй пример это когда у нас катионы барий и кальций в растворе как бы борется за как бы борется за СО3 за СО3 вот равновесие описывается вот такой реакцией между пароль СО3 и кальций СО3 вот это значит у нас линия в зависимости от температуры это равновесие линия где находится равновесие барий СО3 и кальций СО3 а это вот среднее равновесие соотношение бария и кальция минерала образующего раствора ну это из этой диаграммы значит видно что значит барий СО3 для барий СО3 довольно высокая концентрация бария чего-то вроде нет обычно кальция концентрация значительно выше и вот эта линия располагается полуустойчиво кальций и полустойчивости кальций вот ну и можно вот эту борьбу вот борьба барий и кальций одновесие боли bên системы и металлых природных. А здесь тоже барий кальций, но здесь будет СО3 и СО4. СО3 и СО4 с отношениями активности. Это линия на которой равновесно находится барий СО4 и барий СО3 при таких с отношениях активности. Эта линия ограничивает полус точек барий СО4 и КСО3. И вот заметьте, что парогенезис барий СО4 и КСО3 он возможен, как и здесь барий СО4 и КСО2, но он возможен. И возможен он потому, что нет общих патионов барий СО4 и КСО3. Общих патионов у неонов нет. А когда есть общий патион у неонов, здесь парогенезис невозможно. То же самое здесь кальций СО4 и КСО3 невозможно, потому что кальций как бы борется за СО4 и СО3 как бы борется, значит, за кальций. При соотношениях активности меньше, чем вот эта величина будет устойчив ангидрид. И в связи с этим ангидрид, в общем-то, довольно редок в гидротермальных месторождении. Иногда он в скарных встречается и в очень высокотемпературных условиях. Эти вещи важны для интерпретации образования определенных типов месторождений. Вот. И если мы возьмем вот такую систему, вот такую систему, вот, и рассмотрим условия образования баритов, баритов, существенных месторождений, и рассмотрим, скажем, например, вот этого геореческого месторождения, то здесь, значит, вот эта температура определенная. Температура, видите, месторождение довольно низкотемпературная. Вот, значит, тут 120-130 градусов. Вот, 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 вот. Вот различные геотермометры использовались. То есть можно использовать слифиритовый, возможно, так вот так. И включение в кольцит, и включение в бориты. И четыре вот эти, значит, минеральные ассоциации. Это слифидная, борита, слифидная, флюорита, слифидная и последняя боритовая или боритовая кольцитовая. Вот. Теперь вот эта диаграмма, она немножечко упрощена. Здесь упрощена. Значит, это экспериментальное определенное значение pH растворов. Вот эта точечка. Вот она точечка. Вот эта точечка. Вот эта точечка. Эта точечка. Эта точечка. Вот эта точечка. Вот эта точечка. Нет, вот эта точечка. И последняя это вот эта точка. Последняя эта точка. А это pH и pH нейтральных различных температур и различных температур и как-то можно представить себе вот трещины вот по трещинам этот раствор и они движутся куда-то в область пониженного давления то есть к поверхности падение давления растворимого уменьшается изменяется раствора распадаются всякие комплектные соединения и вываливается кальцит вместе с сульфидами здесь повышение pH означает повышение активности СО3 значит вот образуется кальцит сульфидной парагенезисы дальше раствор движется к поверхности там кислорода у нас увеличивается происходит окисление раствором Hs у нас окисляется кислород у нас это реакция у нас не пол реакция а нормальная реакция вот кислород у нас как окислитель вот образуется значит горит С4 выделяются протоны протоны выделяется значит становится все более кислым и кислым вот здесь у нас будет образовываться горит сульфидные ассоциации это здесь горит тоже устойчиво дальнейшее возрастание приводит к тому что сульфиды становятся неустойчивыми и здесь значит у нас образуются кальцит кальцит сульфидной парагенезисы вот эти закономерности зональности и пространственной зональности и значит племенной зональности то есть от стенок к центру и значит вот снизу к верху снизу к верху вот это значит та же самая система та же самая система значит барик кальцит ну и все вот диаграмма построена диаграмма вот эта температура значит где-то в районе 200 градусов ну больше 200 построена но это конкретно потребуется 250 градусов диаграмма вот и если низкие значения отношения бария к кальцию низкие значения отношения бария к кальцию низкие то есть кальция значительно больше чем бария вот и если низкие то есть концентрация фторого раствора значительно меньше чем серы то здесь в ассоциации с сульфидами может появляться ангидрит это в случае скарма скарма на ранних стадиях при ангидрит иногда иногда появляется ангидрит в ассоциации с сульфидом вот если мы мимо типа схематического диаграмму с вами видели да эту диаграмму мы с вами видели вот и вот здесь значит получается что устойчиво значит у нас устойчиво ассоциация ангидрита с сульфидом ассоциация гидротермальных растворов с сульфидами может появляться ангидрит да вот здесь чисто у нас сульфиды без кальций потому что в кислых условиях карбонат будет неустойчив с одной стороны вот а ангидрит еще активируется нет ну что там графика там с кем-то стримится с кем-то не надо я потом ну да то есть нужно ставить программу либо ставить этот симс сюда на этот комп а я уже буду ставить элогин я думаю что я все это вспомнил я думаю что этот симак можно вывести сюда вот и здесь на что я хотел обратить внимание вот система барий, кальций, свинец, цинк, железо, сфера, публикислота, ТОР, H2O вот ну в принципе теоретически значит у нас получается что менее всего устойчивый период видите он затем при увеличении оксидного потенциала он окисляется приходит либо в растворы либо в оксиды и гидрооксиды железа ну и дальше значит у нас вот эта ассоциация и дальше в верхних частях у нас будет устойчивое влияние а вот здесь всегда неустойчивые теоретические могут изобразовываться полноминеральные ангидриды полноминеральные ангидридовые какие то вот выделения следующее мы рассчитываем возможный вариант возможный вариант образа сейчас мы обойдем такие хит dizer attacked засraktion идет идет да конечно низкая концентрация вторэ значит и кальция вот вторэ и кальция и здесь здесь образуется ватбаритовая и витритовая месторождения. Это в Боритово-Витеритово-Мишелька-Дага-Месторождения, в Закавказье, в Закавказье, в Закавказье, в Пуцхенисхале, по реке, там целая серия месторождений, практически моно-минеральных месторождений, в Боритово-Витеритово. При несущении в гидротермальном растворе кальция и фтора в ассоциации с сульфидием могут возникать Борит и Витерит. И одним из примеров является Боритово-Витеритово-Месторождение Коксизага. Это, по-моему, здание или нет. Шоколад, говорят, добавляют. Короче, это в случае формирования Боритово-Витеритово-Месторождений с сульфидами или без сульфидов. Но Витерит, он, как правило, довольно редок, достаточно реже встречается, чем Борит. И, как я вам уже говорил, раньше, когда мы обсуждали математические жилы в специационные и конструкционные жилы, способы образования. Начну классический пример. Это замещение Боритово-Витерит замещает Борит. Боритово-Витерит. И, как правило, уже где-то наблюдается. То есть, Витерит, он, может, замещает новообразованный Борит. Ну, это может быть в разных вариантах. Боритово-Витерит. Дальше. 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 Это у нас, когда, значит, дефицит Витера, но достаточно высокое содержание кальция. Дальше. Достаточно высокое содержание кальция. Фтура нет. И, значит, это вот Боритово и Борит-Пулеметаллические месторождения. Боритово и Борит-Пулеметаллические месторождения. В Закарпатье подобные месторождения. Подобные месторождения в Средней Азии есть распространены. Вот. Там, как бы, кальций, там такой довольно обычный жильный минерал. Довольно обычный жильный минерал. Вот. Он отличается и в ранних парогенезисах. Возможна ассоциация Боритово с кальцитом. Возможна ассоциация Боритово с кальцитом. Вот. И с сульфидами. Вот. Здесь чистый Борит, значит, без сульфидов. Если у нас происходит окисление, то, значит, процесс становится устойчивым. Вот эти Боритовые зоны выделяются. Вот. Боритово сульфидные парогенезы выделяются. А в чистительных установках, вот, или вот в верхних частях, значит, гидротермальные уши, возможно, мономеральные какие-то участки Боритовые. Или вот с ассоциацией, значит, Борита с кальцитом. Борита с кальцитом. То есть, в какой-то мере, вот интерпретация вот этих Боритово сульфидных, Борита сульфидно-кальцитовых месторождений, Борита кальцита полиметаллических месторождений, она возможна, значит, вот с помощью подобной диаграммы. Кстати, вот Борит здесь иногда, значит, он встречается вместе с гематитом. Гематитом. В общем, такой красненький Борит. И гематит, он располагается, значит, по спальности Борита. И вот даже есть публикация по этому поводу, там, гипотоксизм, это, наверное, с расстанем геометрии. В общем, целая такая песня, не в другой области. Вот. И, значит, наконец, 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 последний тип вот этих гетростромальных месторождений, высокая доля фтора и пониженная доля бария будут приводить к парогенезисам минералов, характерных для флюорита полиметаллических месторождений. Есть кальций в расторе. Вот. Бария, концентрация пониженная, ну, скажем, бария нет. Пониженная концентрация, или, значит, бария нет. Флюорит полиметаллический? Флюорит о полиметаллический? Вот. То... Да. Лучше сказать, что бария нет. Ну, это система барий-кальций-свенеоцинк-железо-серый. Ну, то есть... В этом случае, значит, будут образовываться прогенезы минералов, которые характерны для флюорита полиметаллических месторождений. Я так понимаю, это какие-то синтово-стыковые кармы, или полиметаллические месторождения. Флюорит о полиметаллических месторождений. Флюорит о полиметаллических месторождений. Я так понимаю. Вот здесь, как бы, то, что получается, значит, флюорит и кальций-свенциет, они совместно образовываются... не могут совместно... имеется ввиду, что образовывают такие равновесные ассоциации. Либо кальцит будет флюориз замещать, либо чаще, что бывает, значит флюориз замещает кальцит. Здесь, если мы такие растворы подобные имеем, то здесь тоже можно приколовить, у него образуется вот здесь кальцит. Затем мы движемся, движемся куда-то вверх. Значит, здесь H2 и H8 окисляются, образуется С4, но образуется, образуется, соединяется с С4 не с кем, там болея нет осадителей, сульфидов тоже, свинца там нет осадителей, которые растворимы очень высоко имеют. Но окисление приводит к увеличению pH, к увеличению протонов, то есть к уменьшению pH, то есть среда становится более кислой и кислой и кислой. И вот здесь, значит, у нас кальцит становится неустойчив, он растворяется и образуется фигаито-пулиметаллический парогенез, а фигаито-сульфидный. И если у нас дальше повышается, повышается оксидно-установительный потенциал от раствора, все ближе к поверхности, к участкам обогащенного кислорода, то здесь сульфиды становятся неустойчивыми, и образуется моно-минеральная фигуаритовая вылога, от которой действительно в ряде случаев все посвящается. В Забайкале, например, очень симпатичнее вылога во многих местах. Вот то, что сегодня как раз мы обложились, то, что сегодня я хотел вам рассказать. есть вопросы? Есть вопросы? Нет, не знаю. Все понятно, спасибо. Понятно, да? Ну хорошо. Значит это вот у нас последний, как сказать, ну последний раздел, последний, если так можно, выразиться, тип химических реакций. И, значит, особенности их расчета. В принципе есть программы. В принципе. В принципе. В принципе.